И тогда, что делать с графиком? Ну, есть две стратегии. Первая стратегия мне меньше нравится, она тоже распространенная. Это взять случайную выборку, взять тысячу наугад из вот этих всех 50 тысяч. Ну, давайте возьмем тысячу наугад. Тоже доступная стратегия, потому что некоторые алгоритмы, которые там долго думают, какой-нибудь теремовый форест на большом количестве данных с расчетом мер близости, он может там сутки или больше думаться. Поэтому можно сделать так, можно написать, ну, просто возьмем случайную выборку из набора данных D. Возьмем Skinnery, у нас там, по-моему, я не помню сколько там, а, там 50 тысяч, ну, ROWD, число строк, не, что-то немножко нас обманули, там не 50 тысяч, а 53 тысячи 940. Вот, соответственно, можно выбрать желаемое количество строк с... Давайте возьмем, ну, какие-то random, ну, просто из вот этих 53 тысяч 940 строк выберем тысячу строк наугад. Ну, соответственно, ROWD NUMBS, это SAMPLE, случайная выборка. А хотя можно прямой SAMPLE, я что-то мучаюсь, а можно проще. Давайте вот так просто нашлип вам. D, SAMPLE, ну, то есть кусочек D, выборка из D, это функция SAMPLE, нам надо взять табличку D, и здесь указать SIZE, given the number of items to choose, да, возьмем тысячу 940. А он рандомно выберет, да? Так, что такое? Can it take a SAMPLE than larger than population mean? Так, не, нехорошо, надо все-таки выбирать... D, да, как равно D. Не, надо все-таки выбирать строки, я думал, можно прям из D выбрать, не, надо строки выбрать, давайте строки выберем. Значит, ROWS равняется SAMPLE, значит, нам надо из чисел от одного до количества строк в табличке D. Сначала мы строки, да? Берем, а потом возьмем из таблички D данные строки. Да. Значит, что я делаю? Один двоеточие на ROWD, если вы помните, один двоеточие, это последовательность всех чисел. Да? Соответственно, вот если я пишу там один двоеточие пять, то это один, два, три, четыре, пять. Соответственно, когда я пишу один на ROWD, это последовательность, это вектор от одного до количества строк в D. SIZE, это, соответственно, я из этих чисел выберу тысячу. Можно всегда рандомно, да? SAMPLE, да, рандомно. А, зафиксировать? Давай зафиксируем. Мы фиксируем командой SEND SID, и сегодня SID нам задает Олеся. Что? Нажали? SID, нет, SID это зерно генератора случайных чисел, чтобы у всех всем... Сколько? 0,3. 0,3. Давай. Вот, соответственно... Я просто... А, есть еще RAN I, в котором... Соответственно, вот у всех должны были выбраться вот строки такие со случайными номерами 9065, и так далее. Это номера строк, которые попадут в нашу выборку. Сначала 77. Да. И теперь мы можем отобрать в табличку D, DSELECTED, и с таблички D мы берем строки. Я напомню, что сначала пишется номер строки, потом номер столбца, поэтому вот так пишем RONS, ACCOUNTS, берем, ну, после запятой все столбики. Соответственно, DSELECTED это коротенькая табличка, и, соответственно, мы можем продублировать тот же график, только данные братья с DSELECTED. Вот. И здесь немножко ситуация видна на 1000 получше уже. Понятно, что вот самый... Ну, тоже черная комната есть, но все-таки понятно, что вот больше всего наблюдений здесь. А здесь, хотя и было черно, но их существенно меньше. И второй способ бороться с графиками, где много точек, это, соответственно, раскрашивать, второй способ раскрашивать по плотности точек. По плотности точек, ну, обычно раскрашивают шестиугольничками, но я думаю, что можно квадратиками, но обычно предусловно там шестиугольничками. Вот, соответственно, если я модифицирую график и добавлю, возьму исходный график, второй способ, соответственно, DEPPOY. Допишу тут запятая геометрия графика, GOMA равняется HEXBIN, по-моему. Почему? А, потому что нам надо добавить такую библиотеку. Мы сможем добавить такую библиотеку HEXBIN? Какую? HEXBIN. Нет, не сможем. Ну, мы-то сможем сейчас эти интернеты скачать. А кто не сможет? Разве не сможет с интернет-скачать? Нет, сможете. Скачается скачать. Очень красиво. Какой пакет? Пакет HEXBIN называется. Так же пакет, да? Да. Да. Ну, давай вот так наверху покажу HEXBIN. Ну, я подгрузилась нормально. Сейчас я проверю, что... А, вот так слимка, что ли? Или BINHEX. Чем мы разберем? Так, я пока напишу. Может, это тоже написать? А, или John Hex. Сейчас я разберем. Не, если пакет поставлен, то я думаю, что оно не должно как-то... Вот. John Hex, можно написать. Вот. Ну, немножко по-другому, но понятно, что на самом деле больше всего их тут. Вот здесь вот. А, а здесь по сравнению... Ну, масштабы бедствия. Это не страшно. Это просто означает, что у того, кто делал пакет, чуть-чуть другая версия R по сравнению с тобой. Ничего в этом страшного нет. Ну, бывает, если... Ну, это редко. А какие еще бывают геометрии? Ну, можно вот так, например, жульничать. Можно написать Geom, подчеркивание, и посмотреть. Вот. И там появляется их список. Ага. Вот. Ну, а проще в интернете поискать, что... Значит, ЖЖПО 2. Ну, лучше кукбук посмотреть. Там, конечно, не полный список геометрии, а там все-таки как строить... Ну, какие-то вот такие красивенькие графики. Вот. А если посмотреть геометрии, то можно, конечно, набрать ЖЖПО 2. Geometry. Я думаю, что... Вот здесь будет, наверное... Нет, вот, наверное, на официальный сайт залезть. ЖЖПО 2.org. Ага, вот документация. Докс ЖЖПО 2.org. И вот здесь будет геометрия и с картиночками. Вот, что они в принципе себя представляют. Там статистики какие. В общем, что-то такое большое. Так. Хорошо. Значит, ну, соответственно, давайте построим модель. Давайте логарифмируем наши данные. И построим модель. Ну, давайте я не буду заморачиваться с цветностью и так далее. Просто напишу. Модель равняется... А, или давайте все-таки логарифмируем. Значит, D. D2 равняется mutate. D. Добавлю логарифм для удобства. L.price. Это будет log.price. А L... Что там было? L.karat. L.karat равняется... L.karat. L.karat. Данное беру из таблички D2. Логарифм цены. Пусть зависит от логарифма массы бриллианта. Ну, и включу... Как там я забыл прозрачность назвала. Ну, пусть будет качество огранки. Кат, впрочем, в качестве данной переменной. Заметьте, что, ну, поскольку это встроенный набор данных в R, то здесь уже автоматом качество огранки оформлено как факторная переменная. И, соответственно, если я вот так напишу, то R автоматом поставит дамми-переменные, соответствующие идеальные огранки, премиум, хорошие, и так далее. Зачем от Karata логарифм взял? Зачем от Karata взял логарифм? Ну, смотри, у меня есть основания здесь подозревать, что вот эта зависимость немножко похожа на эспоненциальную. Ну, по крайней мере. И мы от Санэш взяли логарифм. Ну... А от Karata тоже нужно? Ну. Ну, это как вот, не знаю, что это есть возраст и доход. От возраста никогда не берут логарифм. Почему? Берут. Ну, смотри, ответ такой... А доход я понимаю, что это логарифмический, да? Ну, то есть, смотри, а чего мы ждем? Ну, то есть, смотря, какую зависимость мы предполагаем. Бывает уe в степени, там, β1 плюс β2x. Бывает у равно β1 плюс β2x. А если мы взяли логарифмы и там, и там, то мы фактически оцениваем модель у равняется а на x в степени k. Потому что вот такая модель, где степень неизвестная, ну, если я порой логарифмирую эту модель, то получится ln y равняется ln a плюс k на ln x. То есть, вот этот коэффициент он мне фактически показывает, в какой степени x находится. Вот этот первый коэффициент он какой-то кривой смысл имеет, это логарифма, а вот второй, это степень у x. Поэтому, ну, не знаю, на самом деле и так, и так разумно, трудно сказать, какая лучше. То есть, это можно только там поделить эту выборку. Ну, то есть, если у нас цель интерпретации, то и это интерпретируемо. И, ну, вот эти все более-менее одинаковые интерпретируемые. Но, хотя нет, на самом деле, вот эти две интерпретируемые, наверное, все-таки получше. Потому что это показывает с ростом x на 1, насколько y растет, а здесь, насколько процентов растет y при росте x на 1%. То есть, вот здесь вот k это эластичность эластичность y по x. Ну, то есть, на сколько процентов растет y на... И это возможно только, когда берем логарифм с двух перемен. Да, вот такая интерпретация. Здесь тоже, конечно, можно немножко поинтерпретировать, вот такая полуэластичность получается. Но здесь все-таки естественно, на сколько процентов растет y при росте x на 1%. Вот. То есть, вот в этой модели все-таки в лог-лог модели эластичность это приятно, что так интерпретируется. Ну, и в линейной тоже приятно. А в этом она какая-то такая несимметричная. Поэтому... Вот. Соответственно... А, да. И можно, кстати, на графике посмотреть. Давайте вот...